Спонсор показа – наш интернет-магазин umabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта umma.ru. Свод хадисов Ибн Майджа 42-41. Это моя любимая тема, конечно, вот этот хадис. Еще время летит 20 лет назад. Я писал материал про это – скука. Как я сказал и часто говорю, к сожалению, общество теряет очень большое количество людей. Активных, сильных, умных. И начинается это в том числе, когда ребенок говорит – мне скучно, я не хочу ничего делать. А по факту в жизни мы имеем огромное количество взрослых людей, которые также говорят – мне скучно. Не могут они купить новую машину или покушать в ресторане, или поехать куда-то отдыхать. То есть не покупают. Ребенок просит жвачку, маленькую машинку, а взрослый, чтобы ему не было скучно. А взрослый – ему что-то нужно большее, чтобы не было скучно. А если у него этого большего нет, ему скучно. И вот мы получаем огромное количество людей, которые там, в том числе среди мусульман, те, которые на свай кидают. А на шу курят. Говорят, что курение не запрещено. Но им как-то скучно. То есть разные-разные всякие семейные проблемы, другие огромные. То есть армия людей, которым просто скучно. На самом деле им нужно побольше проблем повесить на голову, может тогда проснуться. В жизни скучать, если человек ответственный, совсем нет времени, что с детьми тоже стараемся это прорабатывать с детства, с раннего. Потому что, если вы, как родитель, ребенку скучно вы даете ему телефон с мультиком. Ну, учтите, сейчас телефон с мультиком, а через тридцать лет ему нужна будет новая машина. Или поход в ресторан. Или очередная любовница. А женщине очередной любовник. Ну, вот это все один и тот же механизм, мозг так работает. Но, если человек верующий, он привык к труду. Труда в учебе, труда физическая подготовка, труд религиозная практика, труд та же самая работа, научная карьера и так далее, и так далее. То есть труд. В нем тоже большое количество радости, удовлетворения, но просто там труд, там больно, там сложно. И вот в этом контексте по поводу тяжело и неохота. То есть была определенная ситуация, мимо которой проходил Пророк . И в контексте в этом и вообще он сказал. Обратился к людям. . Вы обязаны иметь цель. . в арабском языке переводится как цель и как экономить. Ну, в наш век потребления никто не любит экономить. Все должны все съесть еще в долг и в кредит. Ну, это отдельная тема. . . Вы должны иметь цель. . И проговаривает это трижды. То есть часто бывает, человек начинает религиозную практику. Возможно, вы с такими сталкивались. До религиозной практики он был бездельником. После религиозной практики остается быть бездельником. Ну, хотя бы что-то делает, намаз читает. Это неправильно. Религиозная практика – это обязанность против Всевышнего. Это пища для твоего духа, как и пища для твоего тела есть. Обед, ужин. Но между намазами должно быть какое-то наполнение. . То есть должны быть какие-то цели, какие-то планы, какие-то задачи. . Вы должны иметь цель. . Он проговорил это трижды. И вот далее идет. . Поистине Аллах, Бог Господь, не проявит . Пока вы не будете испытывать . . Это скука. Испытывать скуку. Чувство, когда все надоело. Тяжело и неохота. Это все про . . Но я это обычно перевожу с точки зрения Всевышнего и его качеств божественных характеристик, что Всевышний не перестанет вас одаривать своей божественной милостью до тех пор, пока вы не начнете испытывать чувство скуки. В смысле надоело, в смысле неохота. Очень сильный хадис, конечно. Сколько я его читаю и в свое время, когда писал материал скука. Но так, чтобы целеустремленных в жизни очень мало, к сожалению. Те, которые готовы ставить цель, работать на эти цели, задачи, добиваться большего, делиться с другими, добиваться еще большего. Таких, к сожалению, очень мало. Ну и жизнь показывает. Человеку лишь бы куда-то, чего-то набрать, куда-то съехать. Моя хата с краю, я ничего не знаю. И кого-то ругать, что ему не дали возможность. Родители, соседи, власти и так далее. Таких, к сожалению, большинство. Но при этом это большинство, оно вызывает в итоге то, что Всевышний испытывает . Всевышний не одаривает Божьей милостью. То есть общество начинает погрязать в тех или иных просто апатичных таких состояниях. Апатия, депрессия, сложности, трудности и все. Все это где-то там. Замешано в гиперпотреблении. Что это било в общениях ? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова